Всем привет, друзья! Не так давно, а именно 7 июня, я поповал на мероприятии Acer Brand Day. Мероприятие было посвящено новым бизнес и гейминг-устройству. И я вам попробую вкратце обо всем этом рассказать, а также я лично для вас, друзья, для подписчиков моего канала взял интервью у Павла Василенко. Павел Василенко это руководитель направления мобильных ПК Acer в России, так что ждите достаточно интересное интервью и много крутых вопросов. Итак, наливайте чаек и погнали! Это мероприятие призвано придать новый импульс бренду Acer через взаимодействие с вами, с нашими партнерами. Двери предыдущий был тоньше 1 см, этот тоньше 9 мм, но толщина это не единственное его достоинство. Этот продукт, он беспокоился на всем. Это современный процессор Intel, это 14-дюймовый экран санкционный. Вы сделали следующий шаг. Это 15-дюймовый ноут в том 7-дюймовом корпусе с полноценными процессорами, долгим временем работы, тачек рано, но который весит так же меньше 1 кг. 15-меньше 1 кг, я думаю, вы не встретите на это. Хочу напомнить, что яблочные технологии, это как минимум килограмм 350-370 и вместо 1-6 кг, правильно? 12-12 кг. Да, и когда бы все это богатство появится на рынке, больше, если часть из этих новинок появится уже в середине лета, некоторые придется подождать ближе к осени или к празднику нового года. Но все это появится в этом году. Про словы продуктов несколько больше, а раз уж вы говорили про виртуальную реальность, какие здесь у Acer конкурентные преимущества? Примерно, давайте, для направления на приводе. Ну, смотрите, я это, ну, честно скажу, предмет нашей гордости, да, потому что, ну, во-первых, у нас продукт, который наглому большая конкурентность. С точки зрения разрешения дисплея, с точки зрения угла обзора, да, то есть один из основных элементов здесь, угол обзора человека, та область, которую человек видит, это порядка 240 градусов. Ну, и наше устройство, это 210, то есть еще не 240, но, тем не менее, конкуренты, они далеко позади, и фактически это полное погружение в виртуальную реальность. Здравствуйте, меня зовут Виктор, я являюсь автором YouTube-канала Бригман. Мы бы хотели вместе со зрителями вам задать некоторые вопросы. Можете представиться? Да, меня зовут Павел Васильенко, я руководитель направления мобильной ПК в компании AcerRussia. Вопрос номер один. Чем отличается бизнес-устройство от обычных потребительских устройств? Отличие вот именно бизнес-устройства от потребительских? Я понял, да, но это очень широкий вопрос, который можно долго рассказать. Но вот если коротко, основные вот отличия. Основные вещи – это унитарность спецификации, то есть, если вы крупное предприятие, покупаете какое-то количество ноутбуков или десктопов, и через какое-то время вам нужно, вы расширяетесь, вам нужно докупить такой же девайс, и как раз вам нужен абсолютно точно такой же, то есть, это время жизни с вами их устройств. То есть, они гораздо больше, чем у консимерских девайсов. Ну, то есть, если консимерские девайсы меняются в самое долгое раз в год, иногда там линейка меняется два раза в год, то в бизнес-направлении – это достаточно старые платформы, которые насостоявшиеся. Вторая вещь – это безопасность. То есть, это дополнительные вещи, связанные с безопасностью как харджерной части, так и софтверной части. То есть, это дополнительные ПО, дополнительная идентификация, например, скамер-пальцев или смарт-карты, которые тоже есть в Точле. Например, есть такое понятие, как NIRFIL, NIRFIL коммуникатор, NIRFIL, то есть, это некая карточка, которую вы подносите к тач-паду, например, и он идентифицирует вас как конкретного пользователя. И, ну, можно сказать, что это еще в том числе защита от внешних воздействий. Ну, то есть, как бы предполагается, что… Ну, дополнительная защита, да. Ну, бук должен долго работать, десуток должен долго не пылиться и так далее. Да, потому что, да. Да, а если говорить о каких-то вещах дополнительных, например, ну, мониторы, то там, как бы, немножко другие требования определяются. У нас есть линейка ProDesign, которая направлена на дизайнеров, то есть, шикарная цветопередача, лучшие матрицы и так далее и тому подобное. Вопрос такой. Я буду вот чередовать вопросы с бизнес-тематикой, с вопросами, которые часто задаются в комментариях непосредственно под многими роликами с самими зрителями. Вопрос звучит следующим образом. Коснулся ли бум майнинга и, как следствие, повышения цен на рынок ноутбуков? Слава богу, ноутбуков мне коснулся. Вообще никак? Никак. Ну, потому что, по большому счету, все-таки, ну, нужно понимать, что, если мы говорим о майнинге, то это может быть какой-то рой. То есть, ну, когда вы начнете получать прибыль, ну, вы вложите это, выложили там 60 тысяч рублей или 100 тысяч рублей в майнингную ферму, вы должны, как через какое-то время ее отыграть и получать прибыль. В этом плане проще купить какую-нибудь простую материнку, какую-нибудь простую просто и побольше таких, там, базовых карт. А в ноутбуках, ну, зачем покупать ноутбук, который сам стоит 60 тысяч? За 60 тысяч вы получите, получите майнингную ферму гораздо более интересно. При этом, говоря о доступности чипсетов, нет, не коснулось, потому что, все-таки, ну, производители чипсетов, видео чипсетов, Nvidia и AMD, они понимали, что гейминг – это развивающая тематика, и они оставляли достаточно большой пул для именно наукучных девайсов. Говоря о десктопах, ну, я бы сказал тоже, что не особо коснулся, хотя, скажем так, рост интереса к геймерским десктопам, он был заметен. Ну, да. Повышенный. Ну, вот я слышал еще такую вещь, вот в плане ноутбуков, то, что повышение цен, там, те же самые видеокарты, как следствие на сборке компьютеров, способствовали, скажем так, способствовали повышению интереса потребителя к ноутбукам, именно игровой линейке, игровых линейек. Я бы сказал, что к ноутбукам нет, десктопам – да, потому что ноутбуки – это, все-таки, совсем другая вещь. То есть, зон, точнее, рост проданных там ноутбуков, как бы, был замечен именно во время бума майнинга? Ну, рост, рост, он был не связан с бума майнингом. Нет, ну, я расскажу маленькую историю, так сказать, интересную. У нас в офисе, внизу, на первом этаже, стоит геймерская зона. Ну, мы там выкладываем продукты новые, тестируем, ну, какие-то вещи на потребителях. Потому что у нас есть несколько радио в офисе, ну, в здании, и там достаточно неплохой поток людей. И через неделю после того, как мы выставили первый раз, мы заметили, ну, мы не лочим там ничего, потому что люди должны подходить, играть. Мы заметили, что на всех девайсах стоит экскаватор, который манит биткоины. Вот, после этого, естественно, все, то отрубали, так сказать, и там запретили что-либо устанавливать. Ну, то есть, как бы, интерес явно есть. Ну, да. Но, я бы сказал, все-таки больше в десктопном направлении. Ну, и последний, в этом году как-то заметно, что он сильно спадает. Вопрос следующий. Каковы именно тесты, какие именно тесты проходят бизнес-устройства? Вот если коротко говорить. Если коротко, могу все не вспомнить, но это тест на свободное падение, на наработку на отказ, как клавиатуры, так и шарниров. А в течение какого времени, то есть? А там, там, исчисляется миллионными нажатиями, кажется. То есть, там, как бы, машины, которые там несколько недель просто долго по клавишам, например, или просто открывает-закрывает ноутбук. Вот. Интересно. Также, это пыль и влагозащищенность, ну, зависит от тех сертификатов, которые используются. То есть, есть ноутбуки, которые там с дренажной клавиатурой, есть, которые должны, там, ну, капельки, грубо говоря, так сказать, переживать. Это тест на температуру от минус 20 до плюс 60 градусов, на влажность. Опять-таки, там есть специальный барокамер, где ноутбук, там, повышенный влажный, работает и их качает. Про свободное падение сказал. И тесты на то, как он громко шумит, на сколько он хорошо передает звуки. То есть, специальные комнаты, которые, там, с трассовыми аппаратами это все умеют. И тест на Wi-Fi сигнал. Понял. Сейчас вопрос будет, который вот многие, некоторые, точнее, зрители спрашивали, когда затрагивалась, так или иначе, тема Acer. Люди спрашивают следующее. Возможно ли в будущем появление компании Acer среди компаний, занимающихся производством компьютерного комплектующего? Например, материнские платы, видеокарты и прочее. Именно производство компьютерного комплектующего ориентировано на массовый рынок геймеров. Пока таких тенденций нет. Потому что мы, Acer испокон веков, ну когда-то давно мы делали, как раз начинался Acer с производства и на неких интегральных схем. Но со временем мы перешли к разработке, продаже, ну созданию и продаже готовых продуктов. Причем не только железа. Ну готов, да, уже решили. ПО с каким-то неким инфраструктурой и прочее прочее. Сейчас мы идем в сторону умный город, умный дом, развитие ИИ и прочего. VR опять-таки. Какая модель самая популярная в РФ из бизнес-устройств? Ну, опять-таки, я могу, так это еще за мобильный ПК, я скорее могу рассказать про ноутбуки. На самом деле, каждая из них имеет свою нишу и своих покупателей. Ну потому что их достаточно много. Есть сегмент образовательных ноутбуков, которые мы поставляем на рынок. Есть сегмент, ну таких базовых станций рабочих. Называется Travomate P2 серия. То есть это достаточно простой ноутбук, но в таком... Ну то есть, однозначно вот так не ответить, это все зависит от... Это все зависит от того, куда вы собираетесь это поставлять. То есть, если это образование, это безусловно Travomate Spin B1. Я про него говорил на пресс-конференции. То есть, это ноутбук Annet, который защищен по военным сертификатам. То есть, он имеет военную сертификацию по ударопрочности и падению сверху. Защищен от пыли, влаги и, ко всему прочему, имеет покрытие антибактериальное. То есть, ну, дети, которые постоянно что-то хватают и могут передать какую-то заразу, так сказать. Эти ноутбуки специально для них. И зачастую, поверьте мне, военные гораздо бережнее относятся к своим вещам, чем дети. А дети, а этот ноутбук выдерживает практически все. Если говорить про бизнес пользователей, ну, на самом деле, большая популярность начинает пользоваться, например, ноутбук Swift 5. Потому что это 14-дюймовый ноутбук, но весом до одного килограмма. Это сложно объяснить. Обычно это происходит так. Я приношу два девайса. Стандартный 14-дюймовый ноутбук в металлическом корпусе. И Swift 5 тоже в металлическом корпусе. Даю человеку взвесить на руках, сколько весит 14-дюймовый стандартный, и даю Swift 5. Все говорят, а внутри что-то есть? Он настолько легкий, что кажется, что внутри он пустой. Я видел на презентации, вот, рассказали про ноутбук, который будет весить меньше одного килограмма. Да, вот это прекрасно. Диагональ дисплея 15-дюймовый. Ну, пока сейчас 14-дюймовый, то есть 15-дюймовый наш следующий шаг. Как вы сами считаете, будущее за ноутбуками или за десктопными ПК в плане гейминга? Или, возможно, эти два рынка даже сравнивать не имеет смысла, так как потребители, как правило, разные. И будущее за обоими продукторами одновременно. Скорее, ну, мое личное мнение, что десктопы со временем уйдут в нишу некую. Ну, они все еще дешевле, чем ноутбуки, бесспорно. Но, по предварительности, после выхода Паскаля и, по сути, после нескольких обновлений последних процессоров, вот грань, которая была раньше между ноутбуком и десктопом, как таковым, она практически стерлась. То есть, такие же кристаллы стоят и в десктопах, и в ноутбуках. Да, понятное дело, что в десктопах у вас лучше оглаждение, больше герц, больше, возможно, шейдеров или памяти 20 гигабайт. Возможность разгона. Да, возможность разгона. Ну, опять-таки, в ноутбуках есть возможность разгона и видеокарт, и процессоров. У нас есть несколько ноутбуков топовых, которые позволяют гнать. То есть, там, кей-процессоры, там, разочный даже множитель. То есть, вы можете разогнать его как угодно. Вот. Поэтому, все-таки, мое мнение, что десктопы займут некую нишу для энтузиасов, которые хотят быть на пике прогресса. То есть, десктоп проще проапгрейдить. У их вышла новая видеокарточка, вы добавили, вы поменяли видеокарточку. Ну, да. Вышла новая память или там... Но сейчас я слышал, даже ноутбуки есть такие, которые то, что апгрейдить, там, тоже не составит особого труда. Немножко тяжелее, но, тем не менее, это реально. Ну, все-таки, это еще не реальность. То есть, были много наработок с внешней видеокарточкой по Thunderbolt. Но, по крайней мере, прототипы такие были. Ну, прототипы, да. Но, к сожалению, они... Вот, сколько я этих прототипов слышал уже много раз, это вот, последние несколько лет, выходило, что сейчас можно будет менять видеокарточки. Нет, на текущий момент все распаяно на материнке. И процессор, и видеокарточка, если мы говорим про ноутбук. И максимум, что вы можете сделать, это оперативная память. SSD установить. И жесткий диск и SSD. Все. То есть, по большому счету, вы не поменяете себе экран. Ну, это да. Если вы загоните, что-то более, там, навороченное, вышло, там, получается, 1 миллисекунда, это тренд, там, вышло, там, ноль целых. Но это вот именно плата за мобильность, вот. Да. Но при этом вы получаете мобильное решение, которое стоит сопоставимых денег с десктопом, по большому счету, в текущий момент. Но при этом это полностью мобильный девайс. То есть, останется и то, и другое, но десктопы, скорее, нишевый продукт для инвизиаций, а ноутбуки будут развиваться сильнее, сильнее. Спасибо. И последний вопрос. Это, какие требования у бизнеса к ноутбукам, отличия между малым, средним и крупным бизнесом? Если вот не вдаваться прям вот в очень жесткие подробности, вот максимально коротко. Скажем так, корпоратив обычно использует один бренд. Если мы говорим про крупный бизнес, там, корпоративная компания, использует один бренд, потому что там построена вся инфраструктура на каком-то определенном бренде. Хотя с появлением клауд-технологий там уже неважно, с чего-то вы заходите, по большому счету. Если говорить про средний и мелкий бизнес, то там уже, скорее, некие предпочтения даже пользователей выступают, играют некую роль. Потому что в Европе это bring-on-device, когда человек поступает в фирму и приносит свой компьютер, на который устанавливается той или иной ПО, который нужен для работы. Но компьютер принадлежит сотруднику фирмы, а не самой фирме. И он работает на этом девайсе. У нас еще такой тенденции как такого нет. Но все чаще мы замечаем, что люди покупают не просто там какие-то там веритоны или travel-made, которые именно под бизнес заточены, а покупают более лайфстайл-девайсы, как свифты, ультрабуки, которые, по сути, дают те же возможности. Потому что, например, сканер всех пальцев есть практически везде уже сейчас. Ну да. А это дополнительная безопасность девайса. Время работы, которое раньше было отличительной чертой коммерческих девайсов, сейчас практически во всех ноутбуках больше 5-8 часов. То есть, в данном случае, опять-таки, стирается грань между консюмерским и коммерциальным. Коммерциал? Коммерциал, да. Больше, если говорить про вот именно корпоративные направления, там больше вопрос о безопасности. Безопасности данных, защита данных внутри ноутбука и прочее. Спасибо. Еще впущий ответ. Спасибо вам большое за интервью. На этом ролик закончен. Я надеюсь, вам понравилось интервью. Оно было более такое официальное. И если кому понравилось, обязательно поставьте лайк. Всем удачи, друзья, и до новых встреч. Увидимся совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok